ФСФ-54 странный закон. Плохо выбирался в убийстве. Ну, как плохо, какие записи. По-моему, что он бестный, мне кажется, что он превосходит последствия от инициатива «Сважирова». И для начала я скажу такую историю. В чем я хотел бы мерить эффективность последствий этого закона? Накануне Ленина в Сочи был водоклад. Один от людей из администрации Сочи, которые с годностью сказали, что одним продавцам Чучкелы в Сочи, в случае себе бесплатно, на себе стоили 8 по 40 евро, раздали на отдельные терминанты. Платежные. А зачем? Ну, как же? Приехал какой-то иностранный турист на Олимпиаду в Сочи. Он лежит на пляже, бьет на их Чучкелы, а у него нету наличных рублей. И он достает какую-то пластиковую карточку на пляже. Понятно откуда. И обменил пластиковую карточку на братца Чучкелы, и терминал в одной системе. И вот спросили, если кто-то хочет, мы работали в трюсы, модель, соединение, 40 евро, в 7 стоимости раздали. И какая комиссия? На комиссии всего-то 10 процентов. Виде – 10 процентов. Мы сказали, что всего 9-10 не бывает. Но после него выступал потом спонсор Олимпиаду это компания «Мегаплона». И после его доклада мы поняли, что действительно ли это было всего лишь. А почему всего лишь? Потому что он в конце нашей беседы. Но вот этот самый образ братца ощущает. «Мегаплона». Я хотел бы у всех качествах измерения эффективность и инициатив в рамках закона нереального. 54. Номер. Я начну. Это была краткая подводка. Интригующая. Надеюсь. И давайте начнем с закладчиков наших. Я построю первую с пидером Николай Дмуренко. Пожалуйста. Результаты готовы. Мегаплона. Пидер. Возьми более. Спасибо. Спасибо за представление. Да. Интересно. 54 СССР стал настолько популярным. Зато мы теперь на конференции по безопасности его обсуждаем. Давайте я немножко расскажу. Причем, давайте вы определили. Первое, что мы найдем 54 СССР. Он появился не вчера, он появился не прошлым годом. В общем-то, он появился уже 14 как существует. И вот у меня тема основная. Применение в интернете. Более того, в интернете он уже 14 применяется. Хотя после прошлогодних изменений появился миф у Тарелева. Понял, что он много разных. Мифы. Опасения по поводу того. Привился миф, что с завтрашнего дня у интернет-магазинов появляется обязанность применять кассы при приеме карт в интернете. Ну вот на самом деле, это ни в завтрашнего дня у этих магазинов ничего, ни в какой обязанности применять кассы при приеме карт в интернете не появляется. Обязанность существует уже 14 лет. Поэтому я начну с истории. В 2003 год появился закон 54 СССР. и в платежах наличными, и в платежах карт. Естественно, были различные исключения. Например, исключения не нужно было применять кассовым техникам, тем, кто оказывал доступ в витилене. Они могли применять бланки строгоотчетности. Не нужно применять техникам, тем, кто на патентах ГМВД, газеты, ягнорки, мороженое и так далее. Там торговля от сладков. Это, кстати, вот те самые продавцы, чушкелы. Но, по всему поводу, в законе не было никакого исключения, что не нужно применять кассовую технику при работе в интернете. 2003 год, мне кажется, взрослый бизнес был намного меньше, чем сейчас. То есть, вспомните, насколько у нас много интернет-маказинов, продаж товаров, продаж каких-то интернет-сервисов. Но, я думаю, порядок меньше было. И в тот момент я не задумывался, что это в интернете должно работать. Постепенно, по мере того, как интернет-бизнес развивался, становилось более понятно, что, в общем, работать, оно странно, а мы стали не работать. Почему? Потому что законы говорят, что кассовый чек – это бумага. Кассовый чек – это бумажка, которая должна быть распечатана на кассовом аппарате. Ну, соответственно, интернет-бизнес развивался, и он попытался описать, какие разные сервисы появлялись, кто продает софт или цифровые товары. Нужно распечатать бумажный чек, как отдать его покупателю. Как его отдать и как найти его покупателя, который где-то там, на другом конце оплатил карточкой и скачал собственно, абсолютно непонятно. А услуги связи – то же самое. Куда доставлять? То есть оператор связи, в общем-то, в отличие от продавца фильмов, возможно, и знает, кто точно его оппонент, по мере имя, ну, скорее не знает, куда доставить по документам. Ну, вообще было бы очень странно, если бы он присылал, не знаю, по почте кассовый чек. Хотя, если действует срок, то, в общем-то, так и должно было делать. Доставке товара было легче всего. То есть те, кто доставляли физический товар, они могли выполнить его незаконно. Ну, правда, и на сто процентов, потому что там был еще триггер, что чек уже не распечатывается, предоставляется в момент расчета, соответственно, сижу я ночью, оплачиваю товар, который мне завтра не доставят. В общем-то, если совсем с этим следует беззаконно, вот так вот, в этот же момент у меня подправился кричит бумажный чек. Я на это не боялся. Но те, кто доставляет физический товар, часть из них, на следующий день, когда я получал товар, я могу найти чек вместе с товаром. В ревле его приносить. А вот если я товар третьему лицу докажу, он, правда, не знаю, оплачивает доставку цветов, явно не себе. Вот здесь уже проблема. Можно, конечно, приложить чек. Если чек этот цветов будет выглядеть странно, мы тоже нарушили законы, потому что чек можно платить чеку. В общем, всего вот этого набиралось очень много, и, в общем-то, интернет-релик оказался в серой зоне. Закон надо, а как это делать, непонятно. Поэтому часть тех, кто вообще не могли осуществить передачи ущерба, этого не делали, часть тех, которые могли распечатываться доставить, тоже не сделали. В общем, такой был определенный хаос. Всевозможные разъяснения не особо помогали. Да, вот здесь я нашел два письма, разъясняющие. Ну, в общем, каждый из этих писем говорит о том, что, да, интернет у него исключения не имеет, нужно печатать чеки и передавать. А как это делать, опять же, не рассказывать. Более того, разъяснение еще запутанное. Да? Вот здесь. Оставляю одно из этих писем, добавляю еще одно письмо. Каждый из них говорит про одно и то же, что в результате расчетов картами происходит безналичный расчет, что деньги попадают не в кассу. Ну, наверное, сложно представить, как деньги при расчете картами может попасть в кассу. Поэтому не в кассу, а расчетный счет. В одном случае делается вывод, что поэтому не нужно применять кассу, в другом случае делается вывод, что поэтому не нужно применять кассу. В общем, а что делать, собственно, на уплотничке? Ну, не совсем ясно. Что произошло в прошлом году? В прошлом году появился закон 290-й КЗ, который очень сильно поменял действующий на тот момент, уже 13 лет, 54-й закон. Изменения огромные. Изменения, ну, все знают, всем известные уже изменения, онлайн-передача. То есть раньше касса должна записывать была данные в FLZ в течение года, потом на FLZ можно проверить, что там записано. то теперь, кажется, должна в онлайн передавать данные сразу в направлении FLZ в течение года. Еще одно изменение, это то, что расширился круг, тех, кто должен применять закон. В основном все расширения, они с 1 июля следующего года, 18-го. Для EMPD, для патентов, для балансового отчетных, они со следующего года с ними должны применить закон. Что изменилось в интернете? В интернете, если раньше в интернете компании должны были распечатать бумажный чек, то теперь, с появлением 290 FLZ, появившимся в июле прошлого года, с июля прошлого года интернет-магазины получили право распечатать бумажный чек, оформлять электронный чек и отправлять своими покупателями по тем каналам, которые они раньше использовали и всегда получали при попуге в интернет-магазине сообщение по e-mail, что оплата произошла, товар остался. Соответственно, раз для интернет-магазина отменили печать бумажного чека, то, соответственно, ввели еще эффективную такую специальную кассу, кассу, которая физически даже не предназначена за печать бумажного чека, более того, она предназначена для интернета, и он может сервис только положить на полочку. Собственно, в фотографии одной из этих касс она проведена в презентации. Появилось еще одно изменение, о котором важно помнить, и я думаю, этим изменением нужно заниматься весь последующий год, до 1 июля 2018 года, это расширение с карт до электронных средств платежа. То есть, если раньше закон использовал термин «карта», то есть закон использовал электронные средства платежа. А в этом курсе тоже. После того, как отменился бумажный чек, и налоговая служба сказала, что налоговая служба раньше всех предыдущих кодов тоже понимала, что существует некий хаос, и непонятно, с кого что спрашивать. Придешь проверять интернет-сервис по именению закона о кассовой технике, попросишь показать, как они предоставляют бумажный чек, вверх, встречи, спросят, а как налоговая служба ведет этот процесс. Да? Поэтому налоговая служба в принципе закрывала на это текло бизнеса. А когда в прошлом году отменился бумажный чек, налоговая служба начнет замечать, что, а теперь будет, раз проблема бумажного чека исчезла, то теперь будет уже наравне с офлайн бизнесом, можно проверять, и онлайн бизнес. После этого интернет-магазина озаботились с этой проблемой, и выяснилось, что кроме того, что нужно быть участвовать на бумажный чек, есть еще множественные проблемы, в чем даже те проблемы, которые в офлайн бизнесе много лет так решили. Ну, например, куда подключать человека, а с чем ее интегрируют. Если в офлайн бизнесе уже давно инвестность указывает техника через специальный консервный софт интегрируется с учетливой системой, с РБ-системой, то все понятно, все работает, то для интернет-магазина оказалась новость. Соответственно, как? Да, как кассово интегрирует там CMS, или CRP-системой, дальше сам кассовый аппарат, а куда этот кассовый аппарат поставят? В отличие от онлайн бизнеса, где кассиво сюда пришел, включил кассово, поработал, контролирует, что она работает, если она сломалась, сообщил, срочно там, срочно, срочно говорить, что кассово сломалось, вечером закрыл смену, выключил кассово, ушел, то онлайн бизнеса стала заставить где-то, я, наверное, спросил человек, круглосуточно работает, и проблем никаких особо не должно быть, да, как с точки зрения энергетики, чтобы электричество случайно не увеличилось, так с точки зрения интернета, потому что теперь это, кажется, должны передавать данные в интернет, ну, а в случае интернет-магазина надо, в общем-то, не получать данные, а из интернета. Соответственно, поставить указ просто где-нибудь, там, где-то в офисе, на столе, можно, но опасно. выключить все равно, в общем, когда никого нету, и никто не заметит. Поэтому скорее бы, как и сервера, ставить серверную стойку, ставить дата-центр, ну, и дальше, каждый интернет-магазин может ищить по-своему, большие интернет-магазины, собственно, истойки дата-центры, поставить, купив, как раз у трех производителей, те интернет-магазины, которые поменьше, которые пользуются различными облачными сервисами, могут получить, составить облачные сервисы, получили сервисы из кризиса. Такие предложения на рынке стали появляться, соответственно, в круглом столе представители компании CloudPremise участвуют. Вот это пример того, как ИСП объединилась с темой фискализации и предоставляет разные фискализации разные свои услуги. Производители кассовой техники, старосы при киоск, стали предоставлять сервис. У Пикассо оставить в нашем дата-центре, никуда ее не уносить, и мы, соответственно, несем ответственность, что круглосуточно же карса обслуживается, соответственно, хорошо. Переключаемся очень быстро. Так, теперь то, что я уже упомянул, про электронные средства платежа. Раньше у нас фистализировались только карты, теперь должны фистализироваться электронные средства платежа. И, я считаю, что это не очень удачный термин, когда применение 290 законов. После того, как этот термин привез, стало понятно, что в индустрии, как в банках, как в интернете, в общем, нет единого понимания, а что такое электронные средства платежа. Потому что, я стал на 1 июля 2018 года, есть возможность с системой разобраться, что это такое, и главное, как это отлавливать, и как это эксплуатировать. Вот же, единственное, в самом 54ФЗ определение нету этого термина, этот термин определяется из 161ФЗ. 161ФЗ это определяется как соистский способ, позволяющий составлять, подтверждать распоряжение на наличную оплату. Ну, соответственно, это термин. Это определение в 161ФЗ, законы читают не все, даже те, кто его читает, читают его не до конца. В результате на рынке существует сейчас множество денег и что такое электронные средства платежа. Некоторые думают, что электронные средства Это только карты, больше ничего не так. Более того, электронные средства платежей – это не деньги, это средств и способ, так сказать, в определении. Поэтому электронные средства платежей – клиент-банк тоже может быть электронным средством платежа в свое время. Центробанк разъяснял, он тоже разъяснял очень аккуратно, что если клиент-банк позволяет что-то делать, позволяет удостоверять, что так далее, какое-то электронное средство платежа. В результате получается, что, судя по всему, электронные средства платежа – это карта, электронные денежные средства, платежные приложения для сайтов, мобильных телефонов, интернет-банки, всевозможные платежные решения, которые используют их по коммуникации для удостоверения и передачи распоряжения на оплату. А вот неэлектронные средства платежа – это бумажное платежное распоряжение. Я прошел разделение банка, подошел к окошку и прошу перевести деньги, которые я протягиваю пачку или с моего счета на те реквизиты, которые я операционисту надиктовываю или на салфетке протягиваю и записываю. Операционист составляет распоряжение, и я его ручкой подписываю. Я эти информационные средства не использую в этот момент, поэтому электронные средства платежа нет. Ну, соответственно, возникает вопрос, и этот вопрос сейчас до конца не решил, этот вопрос дискутируется с Федеральной наукой службы. А как получать денег, отделить одно от другого? Понял? Получатель не знает, я сидел у себя дома и через интернет-банк оплачен, или я сходил в отделение банка. Получатель просто получил деньги от леческих лица. Вот ответа на данный вопрос – нет. И вот эта тема сейчас он создается с Федеральной наукой службы. За эти условные лица мы, как операторы, встали данные, создаем интернет-магазин, ассоциации и так далее. Еще вопрос – в какой момент формировать чек? Опять-таки, куда направлять чек? Потому что если с картой все понятно, я оплачиваю на сайте интернет-магазина, а вот если я через свой интернет-банк перевел деньги к какому-нибудь юридическому лицу, юридическому лицу, он вообще не знает мой электронный адрес, не знает мой телефон, ну, не обязывает, поэтому вообще не может определить куда перевести чек. Ну, соответственно, вот эта задача для решения. Соответственно, вопрос я уже понял, когда все это делать? И начали появляться какие-то попытки разъяснить со стороны Минфина, что такое момент расчета, да, что моментом расчета является тот момент, когда плательщик, физическое лицо, уже потерял возможность, как-то управлять среди недели, деньги имели списаны за счет. Вот это момент расчета. Но опять же остается открытый вопрос – а получатель как это определил? И как бы этот момент может вместе с нас оказаться рядом? Ну, вот, в общем-то, у нас регуляторы с разъяснениями, как раньше запутывали с точки зрения применения в канцерном финансовой границе, так сейчас по другим вопросам тоже начинают запутывать. Совсем недавно вышло письмо, о котором Минфин попытался разъяснить, как применять именовременный закон, а при этом как-то удается это разъяснить, ни разу не использовал в письме термин, который есть в законе – электронные средства платежа. Минфин говорил вообще обо всех дезеронических расчетах. Разъясняя закон, сказал, что им вообще все дезероничные расчеты между физическим и дезероническим лицом требовали кискализации. Но по закону это не так. Ну, собственно, закон большой, изменения там много разных. Более того, появляются подзаконные акты, да, вот, например, по идеальной налоговой службы в марте выпустила документы, утверждающие формат фискальных документов. Ну, фактически, это правило для всех участников этой системы, для владельцев КАС, для операторов скаменных данных, для замок МНС, что по всей циклочке электронно передается, с каких поля должно передаваться. Да, и вот удивительная вещь, этот документ, ну, он, в общем-то, сильно расширяет такой. Если законно говорит, что нужно эксплуатировать только расчеты, а расчеты – это движение денег. То есть, если почитать документы, выпущенные в Федеральной налоговой службы, там говорится, что нужно эксплуатировать не только как расчет, а вот передачу товара тоже нужно эксплуатировать, поэтому появились чеки для аванса, и, соответственно, чек после этого следующий на передачу товара, под которым был аванс. Чек на постоплату, когда, соответственно, товар поставляется, на тот момент формирует чек, а вот когда будет оплата, через неделю или, например, помесячно, уже чеки на оплату формировать. Ну, соответственно, в законе, такой вопрос, такие чеки на товары, на чему не говорится. Соответственно, утвержденного налоговой службы документ – это вот обязанность формировать чеки на товары, она появилась с первого июля 2019 года, когда вступает в силу взрывный формат вискальных данных 1.1. Сейчас есть вот 1.0. А когда я задал вопрос о рынковом ФНС, а вот как их садить и противоречим, то я сказал, что будет еще изменение в законе, которое выправит эту ситуацию. Ну, в общем, это все идет к тому, что, наверное, не только для контроля денег, а для онлайн-контроля правильных трехчужинного владельчика. Здесь, кстати, интересные последствия, которые, опять же, сейчас, в моменте обсуждают в ФНС интересные последствия для интернет-магазина. Я начал с того, что интернет-магазин наконец отменили бумажный чек, и стало все хорошо. А вот теперь, если действовать по формату, как скажем, данных 1.1, опять возвращается бумажный чек, потому что интернет-магазин должен в момент оплаты, когда я его еще оплачиваю, сформировать и отправить мне электронные чеки. А вот когда он через Warby заставляет мне эта варка, это уже операция на передачу товара, которая, с точки зрения нового, опять-таки, должна оборваться чеком. Мы когда увидели вот это разъяснение, то мы и Акит задали вопрос в ФНС, что как-то это все очень странно, и не хотелось бы дать сейчас в прошлое, а ФНС представил это разъяснение, и сейчас ему ничего себе не делали, что не правильно. Что еще можно сказать? Вот онлайн-передача, тоже на эту тему существуют всякие мифы, с момента выхода 290-го закона. Мифы такие, что раз теперь онлайн-передача, страна у нас не вся, на 100% качественная покупка связи, даже там, где качество покупки связи, это переборка в связи, в доступе в интернет, иначе перед этим появляться мифы, что все, теперь есть кассовый аппарат, он не может передать данные, если кассовый аппарат остановился, покупатель не может купить, и из этого воплайне не желаем очень стоить в будущем покупателе. Если онлайн, то почему то же самое? Все онлайн-оплаты на сайте, они прекратились. На самом деле это не так. В законе это предусмотрено. И в законе, и в протоколах работы для оператора фискальных данных в операторах происходит все очень просто. Сначала нужно сформировать чек, ну и соответственно в случае, если это действие оффлайна, распечатать чек и отдать покупателям, а потом попытаться передать этот чек в оператору фискальных данных. Почему попытаться? Потому что там, собственно, заказовы заложены. Чек отправляются в ОФД, если из ОФД не пришло уведомление о том, что чек принят, повторяется попытка. Если опять не пришло, продолжают пытаться попытки. В общем, такие попытки повторяются практически бесконечно, будут накапливаться очередь, и за которую разрешено, чтобы эта очередь накапливалась до 30 дней. То есть до 30 дней касса будет нормально работать, внутри касса будет очередь не отправлена чека. Если в кассе есть чек, который не отправлен в 30 дней, то в этот момент касса блокируется и не может работать. За 3-ти дней как мы их восстановили? Связь, наверное, сложная. Поэтому 5-ти дней. Что еще? Закон интересный был. Раньше, чтобы зарегистрировать кассу, нужно было взять кассовый аппарат, наверное, физический, в руки, пойти в налоговую инспекцию своей, вместе с кассовым аппаратом, с заявлением на регистрацию, там провести определенный день в регистрационный месяц с налоговой инспекцией, покинуть, собственно, налоговую инспекцию с зарегистрированным кассовым аппаратом. Поэтому каждый год нужно было там вынимать чип с PLZ и проводить, заменять линоногу, проводя вот такие же кейсы. Сейчас закон о расширенной возможности, в общем, закон позволяет, как и раньше, все это в бумаге, правда, теперь указ у самого налогового инспектора на 7-дневную мучну, а второе, что закон предоставил, это все это делать, не выходя из своего офиса, просто электронно зарегистрировать кассу на сайте налогового инспектора, на сайте налогового.ру. Ну, соответственно, чтобы это сделать, мы включим как предоставение за заявление, ну, соответственно, заявление удостоверяется квалифицированным эффективным корпусом. Те, кто уже взаимодействует с ПНС через свой личный меток, находит, и вести переписку с ПНС, получать информацию о себе и передавать информацию в ПНС, те, кто в ней нет, могут приобрести КЭП и могут запередовать заявление. Чуть позже, такая же возможность будет, собственно, в кабинете оператора фискальных данных. если там ИНС находится в стадии доработки на своей странинах, это позволит операторам выставлять услугу одновременно с услугой подписания договора на передачу данных. Единственное, с чем уже столкнулись с тем, кто начали работать, что система регистрации требует большой внимательности потому что вводятся цифры, вводятся номера в КАС, вводятся номера УПН, это другой чип, который стоит в карте, его задача подписывать все документы на приказы направляют и, соответственно, именно еще добавить ошибки. Отлично, я вот его завершаю. Ну, как бы, появился новый участник вот этого рынка, поэтому старый участник, я понял, что ежегодно нужно было менять ЭКЛЗ, этим занимались специальные компании ЦТО, Центр Технического Обслуживания обязан каждый владелец заключить договор в ЦТО и обязан поменять ЭКЛЗ не своими руками, а носить это в ЦТО. Ну, нет, без ЦТО бралась отвертка, откручивался один витик, менялся в ЦТО в ЦТО, вставлялся новая, закручивалась, наклеивалась ломба, соответственно, за это платили деньги, и теперь об этом не обязательно. Но теперь обязательно другая функция это онлайн-передача передача через операторы пискальных данных. Операторы пискальных данных уже около десяти, ну, десять зарегистрированных операторов пискальных данных, не только один из них. Соответственно, с оператором тоже можно по разному писать договору, писать договору бумажной формы, можно в кабинете на сайте с помощью КЭПа, на сайте с помощью КЭПа. вот наши программы предоставляют, ну, предоставим даже без КЭПа писать, называемые конкретные действия на сайте с юристами. Ну, собственно, на этом я завершаю, пытался рассказать. Да, возникает еще сложный вопрос, как обеспечивать безопасность и так далее, и так далее. Вот это более профессиональная рассказчная коллега, еще у нас отвечает Я считаю, эти вещи небезопасны, многое интересного проектов дороги. и так далее. и так далее. И так далее.